Начиночка. Написано кислятина. Е-е-мое. Сейчас на Настю позмай. Дай воды ребенку. Ухасила человека конфеткой. Я не могу. Ну что, всем привет, с вами Селена Свой и Натали, долгожданная Натали, которую мы просили, это жена моего брата. Правильно я говорю? Иногда, когда это длинные сообщения нужно говорить. Сегодня я пригласила тебя попробовать сладости из Ашана. В очередной раз я зашла в Ашан и решила приобрести много разных сладюшек. Оказалось, что очень много сладостей, которые бы я хотела попробовать и не пробовала. Возможно, Натали, ты что-нибудь здесь уже пробовала. Если что, говори. Итак, первое. Смотрите. Хотя мне кажется, что я ничего в последнее время не ем. Думаешь, нет? Макаруны. Ты знаешь вообще эти сладости? Да. Сладкие разноцветные. Смотрите, они стоили совсем недорого. И какие-то с персиком миндаль, значит, пирожное миндаль с начинкой. Со вкусом персика. Я решила взять, потому что стоило недорого. И хотела сравнить с макаронами, которые продаются в специализированном. Вот. Магазок. Вот так вот они выглядят. А, глянь, какие они. Маленькие, маленькие. Маленькие, да, прям малюськи. Ну, угощайся. Пахнут прям персиком. По сравнению, да, со специализированными магазинами, такое ощущение, что это, знаете, дома кто-то решил сделать. Маленькие печеньки такие, они вообще бисквитные такие, с начиночкой. Да, да, тесто совершенно другое. И, в принципе, вкусно, ну, как вот, да, но это не макароны, чтобы вы понимали. Да, мам. Да, пироженки. Ну, просто пироженки. Бисквит. Смотрите, девочки, я уже открыла, не выдержала, я же сладко ешь, катаю еще. Да, Ротфонт. Да, Ротфонт, кстати, неплохая марка уже, да, вроде? Драже Грильяш. Ты знаешь вообще конфеты Грильяш? Не любишь? А я люблю, потому что, ну, вообще от Грильяш можно сломать зубы, вот сегодня я рассказывала. Они твердые такие, там, видимо, твердая карамель какая-то с чем? С орехами, да, вот это вот все. И сверху шоколад. Я подумала, что драже будут такие же, тем более, смотрите, на картинке они такие, ну, похожи прям. В итоге попробуй. Ну, допустим. Давай. Скажи, что ты думаешь о Грильяже? Семечки, знаешь, внутри вот бывают они. Угу. Только они мягче. Прямо обычные. Что-то есть похожее на Грильяш? Какой-то, да, привкус оттенок есть? Ну, не точно. Но они мягкие. В принципе, можно, но я второй раз не буду брать. Можно? Да. Это что-то интересное, кстати. Это набор конфет, но газ с фундуком. Недавно я в итальянском, короче, квартале, где я беру сладюшки, взяла какой-то пирог, и там вот что-то похожее было сверху. Оно прям как-то с орехами, ну, было очень вкусно. Я это увидела, когда я подумала, что вдруг такой же вкус. Так что сейчас мы попробуем, если это оно. Это без Э, наверное. Ну, там, да, без Э. С орехами, какого-то прикольно было. Короче, если это такого же вкусу, то это мои любимые сладюшки будут. Каждая в отдельной упаковочке, смотрите. Это жидко запакованная, да? Чуть-чуть вкусно. Чуть-чуть вкусно. Ну, что-то ты лицо так скрывала, как будто не чуть-чуть вкусно. Чуть-чуть вкусно. Как будто бумага по бокам. Ну, как будто бумага. Ну, она такая седобная. Она и дорогая, кстати. Блин, да где же цены эти долганные? Здесь есть вкусняшки, которые очень дорогие. Я думаю, ну, попробую. Блин, ну, это вкусно, нахуй, да. Аккуратно зубы не сломать. Да. Твердовато, конечно. Нельзя всех зубов. Ну, тебе нормально? Да. Вкусно. Я в такой, что я взяла в трой раз. Ну, тебе зубы не сломала. Откусываться тяжело, а живется легко. Угу, угу. Вкусно. Крутая штука, одобряемся. Угу. Слушайте, еще такой же фирмы есть что-то. Засахеренные апельсиновые корки, покрытые темным шоколадом. Угу. Интересно? Угу. Это вообще не сладкоежка, да? Вообще. Я тебя пригласила на видео со сладостями. Вообще не сладкоежка. Какая не сладкоежка? Я быстрее съедаю со сладостями дома, чем мои. О. Угу. Что-то я думала, оно будет выглядеть как дольки, если честно. Я думала, они будут выглядеть вот такие длинненькие, как дольки, а они кругленькие. Ну, осталось нам попробовать. Тя-дам. Аккуратно зубы, береги. Э, а где корка? Чувствуешь корку? Корки нет. Блин, надо было... Она внутри. Ага. Нету корки. Блин, корка. Это вот эта точка. Знаешь, чем они наполнены? Да. Знаешь, есть печеньки Альпингольд. Угу. Они кругленькие. Угу. Внутри вот этой печенька, ну, вернее, снаружи печенька, внутри жидкость. Угу. Там, допустим, вот так же и апельсиновый, а сверху шоколад. Угу. Вот что-то вот наполнило мне. Блин, ну только... Там, наверное, чувствуется апельсин. Да, там чувствуется. А здесь, посмотрите, посмотрите, сколько тут апельсин. Это маленькая точечка апельсинки и путь шоколада. Да. Поэтому чувствуется один шоколад, но, в принципе, шоколад вкусный. Горький. Я люблю горький шоколад. Ты как больше любишь? Молочный? Горький. Угу. Поэтому просто как конфетки вкусно, но я думаю, что оно не стоит. Оно стоит дорого, на самом деле. Вот эта вот фирма, там, не дешевая. Может, 200 с чем-то. Ну, просто немножко совсем в центре матерных шоколад и сформирование. Главное, реклама, понимаете? Очень красиво все нарисовано, прям просто. Может быть, вот это будет вкусно? Смотрите, как красиво выглядит. Тоже типа грильяш. Му-му-му-му. Тут внутри орешки, персик, миндаль, курага и апельсин. А, в общем, тоже что-то. Пробуем. Давай на пополам одну. Давай. Хорошая идея. Я не против. Просто уже, честно говоря, я сама наделаю. Смотрите. Начиночка. Ну, тут уже меньше шоколада и больше начинки. Ну, здесь как раз-таки цедра вот этого апельсина, по-моему, да? Они перепутали, по-моему, эти коробки. Слушай, оно... Да. Такую штучку можно было бы взять, честно говоря, второй раз. Правда, вкусно и мягко. И начинки много. Ну, ладно, осталось совсем чуть-чуть. Держись. У меня сможет и на воды, да? А то мы сейчас умрем тут от салипания всего и везде. Итак, поехали дальше. У нас осталось все совсем чуть-чуть. Так, остались какие-то вот жевательные конфеты. Написано «кислятина». Е-е-е-мое. Жевательные конфеты, вкус вишни и банана. Я думала, другие кислятина. Это эти вкусные кислятины. Открываем. Смотрите. Со вкусом банана в упаковочке я чувствую, что здесь их несколько. И со вкусом вишенки тоже вкусных несколько. Давай, вот это кислятина. Так, это жевательные конфеты. Да? Написано, да? Да. Жевательные конфеты. Жевательные конфеты. Вот здесь они розовенькие, а там они железненькие. Покажи. Катерами. Ой, ну не такие прям сильно кислые. Банана характерный вкус банана. А вот у вишни, по-моему, нет. Ну да, прикольные конфетки можно отдать ребенку. На, это твои конфетки, кушай. Только не разбрасывай. И осталась у нас последняя сладюшка, которую бы мы хотели попробовать. Это изделие кондитерское из сахара. Леденцы, освежающие со вкусом лакрицы. Кстати, прикольный вкус у таких вот конфеток. Я в Икее как-то брала. А это со вкусом фиалки. Давай, кстати, я тебе дам по одной. Ты не будешь знать, какую я тебе дала. Итога даже, где лакрицы, где талка. Просто интересно. Мне надо смотреть. Сейчас посмотрим, я спряту их туда. Ты сама не знаешь, да? Подглядывай. Все вижу. Подожди. Так, я тебе думала одну. Ай, сколько там насыпалось? Подожди. Ты посмотрела! Я не посмотрела, с какой баночки. Ты знаешь, какой цвет? Нет. Какой-то обманщик. Баклажановый, да? Я равно не знаю. Так, ладно. Тут много насыпала, да? Да. Считаю. Перемешаю. Так, давай руку. Вот доставай какую-нибудь. Сейчас одну из них. Ох ты, е-мое. Да. Пробы. Можешь открыть глаза. Какой вкус? Мятный. Только мяты чувствуешь, да? Фиалка лакриса. Думаешь, лакриса? Ты вообще знаешь вкус лакриса? Я тоже не знаю. Так, ладно. Давай бери. А, ну, вторую бери. И взяла белый. Бери луца. Бери вот эту. А, ну да. А что, какая разница цвет? Она же не знала, какая баночка. Так, пробуем вторую. А я тоже не помню, какую из какой доставала. в принципе. Ммм. Что? Паричнево. Что? Плохо тебе? Не, неплохо. Она прям такая. Непонятно? Она любит ее, сколько-то. Кофе? Пиалка, наверное. Она прям... Ты меня пугаешь. Я же боюсь ее есть. Я хочу за Настю познать. Дай воды ребенку. Дай ей. Ухасила человека. Компеткой. Так, где какая фиалка? Не знаю. Не знаю. Не справлюсь. Вот это, наверное, фиалка, да? Не знаю. А белая была в лакритве? Не знаю. Будем проверять сейчас? А, давай, давай. Подожди, дай я тоже мнение сейчас. Подожди. Я же идешь. Да. Я ее всасывала. Все, у меня колоссусы знакомы. Ой, е-мое. Что, е-мое? Что это? Кто? Кто? Все. Длина, что это? Ты сама не знаешь, да? Короче, я думаю, это фиалка. Черная это фиалка, мне кажется. Ну, потому что с лакрицией у меня конфетки были, а они не были. Такие страшные. Отвратительные. Так, смотрим. Фиалка. Фиалка белая, да? Фиалка белая. А дальше лакриция все-таки. Е-мое. Вот такая лакриция невкусная. Лакриция, отстой. Фу. Я чуть-чуть посперу. Где толпе? Я не ты. Я не такая сильная. Я культурная просто. Через черное. Ай, ты слышишь, как мама? Мы с ней что-то снимали. И она такая, я говорю, мам, попробуй. Она берет, значит, такая, пробует, сидит, такая, с таким каменным лицом и ест какую-то консервную связку с прайсом. Я говорю, ну что, тебе нормально? Такая, я беру ложку, ем и просто, такая, блэ. И она такая, бегом-бегом со мной. Я говорю, ты что молчала, не говорила? Она такая, ммм. Типа, приличная. Ну, такая у нас приличная семья, одна я неприличная. Плююсь, вот, каркаюсь на все. В общем, что тебе больше всего понравилось из тех сладушек, которые мы сегодня попробуем? Так, мне понравились вот эта, которая, нуга. Нуга. Для орешки. И вот, в принципе, вот эти вот палочки с миндалем. А мне понравилось? Да, с курагой и апельсином. Все, да? Остальное так себе. А мне понравилось. А мне понравилось. Ну, это бы то, что точно я взяла бы себе домой к чаю. Своим диском. В диске на себе. Мне тоже понравилась нуга, больше всех, номер один прям. Ну, в принципе, да, на втором месте эти палочки. Все остальное я второй раз брать не буду. Ну, мы объяснили, почему вроде бы, да? Все. Наташа первый раз снималась видео. Как тебе ощущения? А, ну, в целом, вот что такое? Нормально, в принципе, можно привыкнуть, я думаю. Привыкнуть и расслабиться можно со временем. Как, в общем, мысли есть? Ты что-нибудь тоже снимаешь, может, с Виталиком? Пока нет. С мужем можно что снимать? Че, так, а с ним нельзя снимать вообще. Подайте свои идеи в комментариях, что можно было бы Наташе снять с мужем. Очень много идей. Ладно, тебя с дебютом. Спасибо. Надеюсь, еще согласишься при тем видео, или такая, не, а после тех слайдов уже больше меня не заметили. Посмотрим. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ждем ваших комментариев. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok